Единый день голосования. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Юлия Евтушенко. Мы начинаем. Первые лица. Игорь Кисель проголосовал за процветание Беларуси. Люди идут с удовольствием к новым участникам. Какой Беларусь будет завтра? До закрытия участка в три часа в Могилевской области свой выбор сделали свыше 66% избирателей. Праздничное настроение, по большому счету, оно всегда в такие дни. Как стать частью большого целого? Развлекательная программа и уличная торговля. Заиграй вместе, вот ты крыси. Как встречают голосующих? Первые лица. Игорь Кисель проголосовал на едином дне голосования. Мэр Бобруйска отдал свой голос в 12 часов на 33-м участке, который расположился в здании городских электросетей. Председатель горисполкома, согласно процедуре, сперва показал паспорт членам комиссии. Они сверили данные. После расписался в бланке и на руки получил бюллетень. Затем отправился в кабинку и сделал свой выбор. Люди идут с удовольствием на участке для голосования. Я уверен в том, что достойные люди, которые уже имеют опыт работы, будут представлены в Национальном собрании в областном и городском совете. Игорь Кисель пожелал членам комиссии голосующим хорошего настроения. Призвал бобручан делать свой выбор осознанно. Ведь сегодня поистине историческое событие. Будущее Беларуси в наших руках. За мир, покой и стабильность в ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 народных избранников местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов. За мандаты депутатов местных советов соревнуется 18 802 человека. Об обстановке на участках далее. Не забывают о своем гражданском долге люди старшего поколения. Настоящие герои. Ветераны. С хорошим настроением, а главное в добром здравии отдать свой голос пришел Анатолий Германов. С кандидатами он ознакомился заранее. Поэтому считает, люди это проверенные и с возложенными обязанностями справятся. Я вообще голосую со Станинского имен. Старый. Я голосую. А голосовал я. Я вообще приехал из России. Вот. Там голосовали. Были голосования. А здесь я уже 25 лет. И каждый раз я хожу, голосую. Мне. Ну и дано, дано, дано право мне. Я этим паром воспользуюсь. Все больше белорусов посещают участки не в одиночку. Прививать понимание гражданского долга необходимо с детства. Именно поэтому многие взрослые приходят отдать голос в компании своих детей. Лишний тому пример – бобройчанка Наталья Федорова. На участок многодетная мама пришла в сопровождении всех младших членов семьи. Я считаю, что мы должны свое будущее поколение тоже посвящать в выбор нашей страны и для нашего будущего. В семье Федоровых трое детей. Двое сыновей 13 и 8 лет и 11-летняя дочь. Перед тем, как сделать свой выбор, Чита поделилась. Прийти на участок для них волнительно. Ведь сегодня определяется будущее. У нас сегодня мама взяла с собой на выборы. Это очень интересно. Я жду уже того часа, чтобы самой выбрать. На участке номер 23 к избирателям присоединился лидер группы SkyNet Иван Подмарев вместе с супругой. Для артиста важно работать в спокойной обстановке. И нынешний курс белорусской политики этому максимально способствует. Тот выбор, который мы сегодня делаем, он очень важен, потому что мы сами в первую очередь создаем свое будущее. И от этого зависит от каждого из нас. Чтобы не кто-то за нас принимал решение, а мы сами были ответственны за тот курс, который мы выбираем. И я сегодня все-таки супругой, я голосую за свою семью, за будущее своей семьи, в спокойной стране, без войны, в состоянии мира и развития. Единый день голосования становится не просто знаковым событием, но и праздником. О своих правах и обязанностях помнят все. Те, кто голосует уже далеко не первый раз, и те, кому это еще предстоит. Делая выбор сегодня, мы голосуем за наше будущее и нашей страны. Центр избирком обновил данные по явке. На 14 часов в едином дне голосования приняли участие 59,17% избирателей. В Гомельской области чуть более 67, в Могилевской 66,52. В Брестской гражданскую позицию выразили 61,85% человек от общего числа, включенных в списки по региону. Далее следует Витебское, Гродненское, Минское. Праздничное настроение, по большому счету, оно всегда в такие дни у каждого белоруса. Сегодня мы решаем судьбу своей страны, сегодня мы решаем, скажем так, будущее своей страны, как она будет развиваться, каким целям мы идем и как мы их будем достигать. Центр избирком планирует подвести итоги выборов депутатов 1 марта. Предварительные будут известны приблизительно в 2 часа ночи 26 февраля. Традиционно день голосования – это праздник. На участках гаражам встречают с музыкой и угощениями. Многие, определившись с выбором, не торопятся расходиться. На вкус и цвет местных производителей продегустировала наша съемочная группа. Праздничное настроение – как главный атрибут этого исторического дня. Избирателей на участках встретили громкими песнями, и национальные костюмы и артистизм создали особую атмосферу. В 20-й школе сразу два участка для голосования. Большой спальный микрорайон обязывает. Для хорошего настроения прямо в холле учебного учреждения для горожан выступили юные артисты образцовой эстрадной студии «Шоколад». Также для избирателей организована дегустация качественной продукции бобруйского производства. В меню – блинчики с начинкой на любой вкус, мясные и рыбные блюда. За угощениями – ажиотаж. Подставлена продукция нашего производства, собственного. Нашим посетителям понравилось всё. Пустые столы говорят об этом сами за себя. Конечно, здесь всё вкусно, всё эстетично, и цены низкие. Самое главное, что вкусно всё. В буфетах для бобруйчан работал выездной общепит. Это и различные колбасы, выпечка и блюда национальной кухни. В продаже более 40 видов свежей продукции. Наценка не превышает и 15%. Елизавета Липеева, Виталий Гаврусев, Кристина Ариан, Станислав Чечерин, Бобруйск-360. Это всё из событий к этой минуте. Корреспонденты Бобруйск-360 следят за единым днём голосования в особом режиме. До встречи в 20.30. До встречи в 20.30. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корреспондент Продолжение следует...